Жила-была мама-свинка и трое ее поросят. Три брата, одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Все лето поросята ковыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. Однажды мама сказала, что пора бы им подумать о зиме. Она попросила их построить большой дом. Младший брат сказал, что до зимы еще далеко. Средний брат сказал, что когда нужно будет, он сам построит себе дом. А старший брат решил построить дом сам. Младшие и средние братья только и делали, что играли в свои поросячьи игры. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Младший брат решил построить дом из соломы. Средний брат подумал, что в соломенном доме зимой будет очень холодно. Он решил построить дом из веток и прутьев. Уже к вечеру их дома были готовы. Они были очень горды собой и не могли нарадоваться своими постройками. Теперь они были свободны и могли делать все, что вздумается. Они решили пойти к старшему брату и посмотреть, какой дом он себе выстроил. Старший брат был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и не спеша строил себе надежный, прочный дом. Младшие братья застали своего старшего брата за работой. Они очень удивились тому, какую крепость он строит. Старший брат спокойно продолжал работать. Младшие и средние братья начали подшучивать и смеяться над его домом. Они так развеселились, что их виск и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. Старший брат попросил быть тише, потому что их может услышать волк. Младшего и среднего братьев это еще больше развеселило. Они решили, что старший брат просто трус. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. Недовольный и голодный волк пошел к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух глупых поросят. Братья весело шли и говорили о том, как легко они расправятся с волком. И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом. У него были очень злые глаза и огромная зубастая пасть. Братья настолько сильно испугались, что их тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Волк приготовился к прыжку. Он щелкнул зубами и моргнул правым глазом. Поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились убегать. Поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Младший брат добежал до своей соломенной хижины и захлопнул дверь перед самым носом волка. Волк кричал и требовал открыть дверь. Младший брат от испуга не мог промолвить ни слова. Тогда волк начал дуть. Легкая крыша вмиг слетела из соломенного дома. Волк вздохнул еще глубже и дунул во второй раз. Соломенный дом разлетелся во все стороны. Волк обрадовался, щелкнул зубами и накинулся на младшего брата. Но поросенок ловко увернулся и бросился бежать. Он побежал к дому среднего брата. Братья успели запереться и испуганно поглядели друг на друга. Волк разозлился и принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз. Но дом все еще стоял. Волк вздохнул еще глубже и дунул в пятый раз. Дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время стояла посреди развалин. В ужасе поросята бросились бежать к дому старшего брата. Волк побежал за ними. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило ему между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. В это время младшие и средние братья успели забежать в дом к старшему брату и закрыли дверь на засов. Волк прибежал к двери, срычал и потребовал открыть дверь. Младшие братья были очень напуганы и не смогли сказать ни слова в ответ. А старший брат знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул как только мог. Насколько бы он ни дул, ни один камень не сдвинулся с места. И тут он поднял голову и заметил большую широкую трубу на крыше. Он осторожно влез на крышу и стал спускаться по трубе. Поросят услышали шорох. Старший брат сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором кипела вода, и сорвал с него крышку. Волк слез по трубе и упал прямо в котел. Глаза его вылезли на лоб с диким ревом, а шпаренный волк вылетел из трубы и бросился в лес. А три маленьких поросенка смотрели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. С тех пор братья и их мама стали жить вместе под одной крышей. Жили на свете муж и жена. Давно им уже хотелось иметь ребенка, но его все не было. Однажды жена заболела. Муж спросил у нее, чего она хочет больше всего. Жена ответила, что есть неподалеку великолепный сад, где растет много прекраснейших цветов. Там на грядке есть прекраснейший рапунцель. Он на вид такой же свежий, такой зеленый, что ей страсть, как хотелось отведать его. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался входить в него, так как сад этот принадлежал одной колдуне. Она обладала большим могуществом, и все на свете боялись ее. Муж очень любил свою жену и решил достать для нее рапунцель, чего бы ему это ни стоило. И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе салат из него и с жадностью поела. Салат этот так понравился ей, что на другой день захотелось еще больше, чем прежде. Пробрался муж в сад еще раз, но перед ним уже стояла колдунья. Она гневно на него поглядела и сказала, что он сильно поплатится за воровство рапунцеля. Он попросил колдунью не гневаться, ведь сорвал рапунцель для своей жены, которая сильно заболела. А он так сильно любит ее. Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала, что если это правда, то позволит набрать рапунцеля столько, сколько он пожелает, но при одном условии. Он должен будет отдать колдунье ребенка, который родится у его жены. Муж со страху согласился. Когда жена родила девочку, явилась тотчас колдунья, забрала ребенка с собой и назвала ее Рапунцель. Стала Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башню. Башня-то находилась в лесу, и не было у нее ни дверей, ни лестницы, только на самом верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она звала Рапунцель, чтобы та спустила свои косы вниз. А были у Рапунцель длинные, прекрасные волосы. Услышит она голос колдуньи, распустит свои косы, подвяжет их вверху к оконному крючку, и упадут волосы вниз. А колдунья взберется тогда наверх, уцепившись за них. Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг услышал он пение, а было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом. Захотелось королевичу взобраться наверх. Стал он искать вход в башню, но найти его было невозможно. Увидел он как-то раз, как колдунья взбирается наверх по косам, которые спустила ей Рапунцель. И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и позвал Рапунцель. Она услышала, спустила свои косы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидев, что к ней вошел человек, которого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто пением, что решил он ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться. И когда он спросил, согласна ли она выйти за него замуж, она дала свое согласие и протянула ему руку. Вот только не знали они, как им вместе спуститься вниз. Придумали они, что когда королевич будет приходить, всякий раз будет брать с собой кусок шелка, а Рапунцель будет плести из него лесенку. И когда лесенка будет готова, они вместе спустятся по ней и уедут. Колдунья ничего не замечала, пока однажды Рапунцель не спросила, почему это королевича легче тащить вверх. Все поняла колдунья. Разгневалась и вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель. Обмотала их несколько раз вокруг левой руки, правой схватила ножницы и... отрезала их. Завела колдунья в густую чащу Рапунцель и спрятала ее там. Привязала она отрезанные косы к оконному крючку, и когда явился королевич, спустила их вниз. Взобрался королевич наверх и увидел колдунью. Она глянула на него своим взломным взглядом и сказала, что не видать ему Рапунцель никогда. Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. Бродил слепой королевич несколько лет в горе и печали по лесу. Все время горевал и плакал по потерянной им любимой. Зашел однажды он в густую чащу. Вдруг услыхал королевич чье-то пение. Оно показалось ему таким знакомым. И он пошел навстречу. Когда он подошел ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала на радость. Упали две слезинки к нему на глаза и королевич снова прозрел и стал видеть, как прежде. Привел он ее в свое королевство и жили они долгие-долгие годы в счастье и радости. Рапунцель Рапунцель Рапунцель